И доброго времени суток, друзья! Сегодня на Корее у нас поставили обновление, ввели новую расу, добавили еще некоторые новые возможности в игре, но речь сейчас пойдет немного о другом. Сегодня я открыл YouTube, посмотрел, многие блогеры уже высказались по этому поводу, а именно по системе коллекции, которая нас ждет, Lineage 2 Essence. Большинство этих людей были против, они негодовали. Комментарии также читал под этими роликами, большинство людей это не устроило, им не понравилась эта система коллекций. Они это обусловливали тем, что те люди, которые у нас были, так называемые шейхи, станут еще сильнее, а те, кто были простыми работягами, останутся на том же уровне, либо станут еще слабее. Ну, в общем, начнем мы с того, что такое вообще система этих коллекций. Будет у нас вот такое вот окошко, будет всего на данный момент 599 коллекций. Они будут либо атакующие, либо защищающие, либо поддерживающие и так далее. Вот так вот будет выглядеть у нас интерфейс всего этого дела. Но перейдем к более важным вещам. Что вообще для этого надо? То есть, к примеру, у вас есть какое-то количество предметов. Вот здесь даже есть пример. Например, вы засовываете кирасу льда, молот ледяной бури десятый и десятый, по-моему, это ледяной лук дэшный. И на выходе вы получаете минус 3%. К сожалению, в корейском я не особо разбираюсь, как и в английском. Но я думаю, наверное, минус 3% урона или получаемого крита. В общем, что-то в этом духе. Эти предметы, которые вы засовываете в коллекцию, естественно, они исчезают. То есть, это не так, что они в интере у вас лежат, вы нажали кнопку и все, замечательно. Пошли их продали на рынок, захрючили, осуждаю, запросячили. Ну, не важно. В общем. И таких коллекций 599. То есть, разные-разные. Ну, здесь есть атака, да, оборона, помощник, статы, события и так далее. Ну, это перевод сайта Google Chrome с корейского языка. В общем, что я хочу сказать. Лично мое мнение, я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. То есть, я почему-то увидел лютое возмущение у людей. Ну, это да, это что-то новое. Я слышал, что это уже есть ли на H2 Mobile или Revolution. В общем, где-то в какой-то мобильной линейке уже такое присутствует, такое существует. И что да, в это можно вваливать немеренную кучу бабла и получать из-за этого плюса. Но, с другой стороны, господа, возьмите, откройте сейчас на своем сервере и сделайте паузу. Откройте список 150 первых людей по рейтингу и скажите, сколько на данный момент из этих 150 людей первых вы можете убить? Ответьте. Ну, можете мне не отвечать, просто себе ответьте. Сколько их вы можете убить? Даже если вы входите в этот рейтинг. Ладно. Сколько людей вы можете убить из топ-10? Ну, я думаю, что единицы только могут с кем-то из этих людей вообще соперничать. Так вот, понимаете, если, например, вот те люди из топ-10, из топ-150 сейчас вам не по зубам, поверьте, когда выйдет это обновление, они там себе засунут 12-й Дамаскус, вот 7-й еще что-то там, ну и так далее. В общем, получат атаку плюс 80, ничего не изменится, вы также не сможете их убить. Понимаете? Если вы там бегаете с пятым аденом, с третьим поясом, с четвертым плащом и не можете их сейчас убить, хотя у них там уже и десятые, и девятые плащи, девятые агатионы, девятые талисманы, ничего абсолютно для вас в этой игре не изменится. Возможно, станет даже лучше. Объясню почему. Потому что теперь тот мусор, который вы достаете сейчас с рандом крафта, ну вы знаете, что рандом крафт нас балует, но он, скорее всего, в противоположную сторону это делает. То есть, с рандом крафта обычно вы достаете мусор, это C-грейт какие-нибудь, туши, щиты, я знаю, точки и прочее. Весь этот мусор теперь будет иметь хоть какую-то ценность. То есть, в любом случае, это можно будет затарить либо в свою коллекцию, либо попробовать заточить и продать это на рынке, и это будет пользоваться спросом. То есть, работяга сможет за 500 тысяч достать что-то из рандом крафта, заточить и продать это тому же шейху, который будет это собирать, чтобы получить там, например, атаку в 70. Так что, господа, я не знаю, это мое личное мнение по этому поводу, свое мнение вы можете высказать в комментариях, ролик затягивать я не буду, я сказал свою позицию, вы можете рассказать свою. Также не забывайте поставить палец вверх, палец вниз. С вами был Душой Молодой, спасибо за просмотр, делитесь своими мнениями. Увидимся!